В Ленске продолжается строительство новостроек для переселения жителей района из аварийного и ветхого жилья. Например, недавно был сдан каменный 67-ми квартирный дом в новом микрорайоне Рабочий. Из Ленска передает наш корреспондент Светлана Балеева. Это уже второй дом, сданный за год. В начале прошлого года в этом же микрорайоне был сдан пятиэтажный дом, в котором теперь проживает 67 семей. Микрорайон разорстается на глазах. Сегодня здесь одновременно идет строительство домов и детского сада на 315 мест. Будущий микрорайон обещает быть весьма перспективным. Новых владений семьи ждали по несколько лет. Сегодня они не верят своему счастью. Все квартиры, полученные ленчанами, имеют чистовую отделку и новую сантехнику. В каждой квартире имеется лоджия, установлены электроплиты. Новая квартира 50 квадратных метров. Там еще и балкон, и бассейн довольны. Тепло, самое главное, тепло. Центр, считай, нигде-нибудь там. В общей сложности на сегодняшний день по этапу 2013 года обладателями новых квартир уже стали 116 семей. По этапу 2014 года 63 семьи получили квадратные метры в начале прошлого года. Еще 67 семей стали новоселами буквально два месяца назад. Реализация программы продолжается и дальше. Сегодня начато строительство еще двух домов в микрорайоне «Теплый стан». 40-ка квартирного дома по улице Чапаева. И заканчивается строительство 64-х квартирного дома в микрорайоне «Рабочие». 94-е квартиры выкупаем в двух девяти этажных зданиях, которые у нас стоят по Оджиникидзе. Это клиника матери и ребенка. Программа полностью будет выполнена в те сроки, которые нам сегодня обозначило правительство республики и глава республики. А с 2018 года начнется второй этап переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, куда уже включены 127 домов. Стоит вопрос о включении в программу еще 79 многоквартирных домов. А это практически весь аварийный жилищный фонд города Ленска. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Анвакасаха, Ленск.